Институт НЛП — это торговая марка, это название тренингового центра. То есть мы занимаемся тренингами, но не всеми подряд, а только тренингами по нейролингвистическому программированию. Мне интересно так вот просто, кто вот это словосочетание первый раз слышит. Можно увидеть, чтобы я знал? Три-четыре, человека пять не знают, что такое НЛП. И это означает, что им сказали, придите, послушайте, это интересно. Хорошо, значит, я просто это учту и в своем объяснении я дополню для тех, кто не слышал. В таком случае я прям буквально начну. Курс наш называется, ну вот не то, что прямо сейчас происходит. Сейчас происходит презентация этого курса. Я буду рассказывать о том, что будет на тренинге, для чего он вообще, кому он нужен, кому не нужен и так далее. Что вы можете получить в тренинге. Курс называется НЛП-практик. Курс называется НЛП-практик. И к нему есть еще приписка такая, может быть, вы видели на сайте. Стратегии гениев. Как вы думаете, почему? Есть у кого-то догадки? Ну почему вдруг НЛП-практик стратегии гениев? Вот догадок нет, значит, надо пора как раз объяснять, что такое НЛП. Гениев пользовались этим. Гениев пользовались этим и, скорее всего, даже и они специально ни у кого это не выучивали. Вот, кстати, хороший сигнал, который говорит нам о том, что мобильные телефоны можно переключить в виброрежим. Оставить их там, где их вибрация будет нравиться только вам. Ну, потому что на столе он тоже может такой. Хорошо. Нейролингвистическое программирование, стратегии гениев. Тогда, в принципе, суть НЛП. Знаете, я буквально недавно в спортзале встретился с парнем. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, а я вас узнал, я был у вас на презентации. Я говорю, ну, прекрасно, здорово. Он говорит, вы знаете, я хочу признаться, что до этого про НЛП я слышал, но у меня было какое-то такое мнение, что это что-то такое темное с манипуляцией и, наверное, не очень хорошо этому учиться. Ну, знаете, как пойти, например, черной магией учиться. Потому что вот есть добрые магии, есть злые магии. И у некоторых есть представление, что НЛП – это такая злая магия коммуникации. То есть это когда люди учатся манипулировать другими, делать так, чтобы те делали то, что им нужно. Ну, и, собственно, подчинялись, правильно? Пришел домой, жене сказал, как-то так специально. Она уборку сделала, посуду помыла, накормила и говорит, слушай, извини, пожалуйста, что еще? И это довольный такой, думаешь, как хорошо манипуляция проходит. Ну, и люди, собственно, думают, зачем так жить? А некоторые, например, думают, что НЛП – это какие-то такие искусственные прививки в мозг. И опять же, надо же оставаться самим собой. А тут ты придешь, тебя научат каким-то таким вещам, которые тебе не свойственны. Да, и из злобного, противного ты вдруг превратишься в белого и пушистого. Вот, или из белого пушистого, наоборот, в злобного и противного. Такое мнение тоже есть. Я просто рассказываю, какие мифы вокруг нейролингвистического программирования ходят. И это связано, в первую очередь, с названием. Но согласитесь, кто ж на такое название клюнет? Нейролингвистическое программирование. Да, кажется, что с одной стороны это, видимо, про какое-то программирование. То есть связано, какие-то есть языки программирования, например, люди учат программирование на Бэйсике, на С++, компьютер. А тут вроде нейролингвистическое, значит, нейроны, скорее всего, люди. Лингвистическое, ага, речь, то есть, скорее всего, с помощью речи. Значит, прямая расшифровка, которая приходит в голову, это, опять же, с помощью речи программировать нейроны человека, чтобы они там как-то были устроены определенным способом. Ну, а вот эта приписка стратегии гения вносит сомнения в подобные мифы. И, наверное, начинает раскрывать, в чём, собственно, суть НЛП. Во-первых, да, нейропонятно, это мозг. Лингвистическое тоже понятно, это лингвистика. Но программа, что интересно, в переводе с греческого языка, это означает последовательность каких-то действий, которые ведут к определенному результату. Ну, вот такое вот слово, неконкретное. С одной стороны, с другой стороны, чётко означающее, что есть стратегия. Стратегия – это и есть последовательность. С помощью стратегии вы завариваете чай, чистите зубы. То есть, что значит с помощью стратегии? У вас выработалась определённая последовательность. У вас есть цель почистить зубы. Вы взяли щётку в одну руку, пасту в другую, или наоборот, или как ещё. Намочили щётку, сполоснули, или нет, или в другой последовательности. Для разных людей эти нюансы могут быть разными. Для каждого в отдельности человека ежедневно это происходит одинаковым образом. То есть, мы нарабатываем в течение жизни стратегии для решения тех или иных задач. Когда мы были детьми, мы просто пробовали разное. Делать так, делать и так. Пробовали. И в конце концов, мы вырабатывали опять же стратегию. То есть, некая последовательность. Продавцы, когда начинают вести переговоры с различными клиентами, если это молодой продавец, он тоже пробует. Он ходит на курсы, читает книжки, тренинги. Он пробует одни вещи, он пробует другие, третьи. Через некоторое время у него вырабатывается стратегия продажи. И очень часто бывает, что обращаются корпоративные клиенты для того, чтобы расширить стратегии продаж их продавцов, потому что они привыкли одним способом коммуницировать с клиентами. И этот способ для одного количества клиентов, для какой-то одной массы, он подходит, он хороший, а для другой нет. То есть, собственно, другие люди как-то начинают реагировать иначе, а эти считают, что это просто не клиент. Пришел мозг, покомпосируй, посмотреть. То есть, это не покупатель. Знаете, у продавцов есть такая фишка, у некоторых смотрят на человека, который захватывает, и говорят, все, а этот ничего не купит. Ну а потом оказывается, что это не обязательно. Так вот, стратегии, которые связаны с коммуникацией, то, как мы общаемся друг с другом. Они у нас тоже разные, и они тоже выработались в ходе нашей жизни. И были такие когда-то люди, которые занимались психологией, психиатрией и психотерапией. И сейчас такие есть. Но конкретно с этих людей началось исследование коммуникативных стратегий. Были такие Фрис Перлс, это был основатель гештальтерапии, если кто-то слышал. Причем, смотрите, что интересно. НЛП очень часто называют одним из видов психотерапии и так далее. Это совершенно не так, вы поймете. Связь с психотерапией только потому, что терапевтов исследовали. И я объясню, почему терапевтов. Итак, был Фрис Перлс, Виржиния Сайтир. Она занималась системным восприятием. То есть, она работала с семьями. И это совершенно было по-другому устроено. Потому что приходит с проблемой муж, жалуется на то, что с женой что-то. А Виржиния решала, что менять поведение нужно ребенка. Потому что это проще всего. И там как раз все начинается. С ребенком поговорила полчаса. Объяснила ему нормальным языком что-то. Он поменял свое поведение. Собственно, жена перестала как-то реагировать на него и как-то вести себя при муже. Муж успокоился. Все классно. Эта проблема исчезла в семье. То есть, такой системный подход и взгляд на более сложные системы, чем один человек. И Милтон Эриксон, это был третий человек, которого моделировали. Это был гипнотерапевт, а также психиатр. То есть, он был психиатром, гипнотерапевтом. Не так, знаете, там откуда-то свалился шаман какой-то. Хотя шаманы тоже очень интересные люди. Но он конкретно был психиатром, и он использовал гипнотерапию для работы с сложными пациентами разного характера. То есть, начиная от проблем с коммуникацией, проблем психологического характера, заканчивая лечением параличей. И, в принципе, очень много интересных вещей он сделал. В том числе себя и вытащив из состояния паралича в 19 лет. В 19 лет Милтон Эриксон заболел полиомиелитом, его полностью парализовало. И когда он, в принципе, обнаружив, что всего лишь одна мышца, ну или несколько мышц, где его века могут двигаться в его теле, он на основании исследования своих ощущений в этой области расширял их постепенно. И вскоре смог его разговаривать. Врачи говорили при нем его маме, что мальчик в коме, скорее всего, до утра не доживет. Такая вот есть история. Он говорит, что меня это сильно напугало, с одной стороны. С другой стороны, я понимал, что я не в коме. А значит, врач не прав. Ну, правда ведь? То есть, это люди, которые прошли достаточно серьезный жизненный путь. И очень многое повидали. И из всех тех сотен тысяч психотерапевтов и психиатров, которые были в то время и занимались той же деятельностью, они оказались наилучшими. Ну, то есть, вот их буквально считали гениями и звездами того времени. И вот двоим молодым людям, Ричарду Бендлеру и чуть более старшему Джону Гриндеру, это вот основатели нейролингвистического программирования, пришло как-то в голову, это был первый Бендлер, пришло как-то в голову поисследовать. Причем, не самостоятельно было решение, а далее штудировать ему кассеты. Фрица Перлза сказали, вот ты смотри видео и записывай, что он говорит, что говорит клиент. Это были сессии. Бендлер немного увлекался психологией и учился тогда в университете в Санта-Крузе. И когда он начал смотреть на то, как работает Перлз, ему как-то стало очень интересно. И его тронула коммуникация Перлза с клиентами, насколько он быстро, какой бы клиент ни был, насколько быстро ему удавалось сделать так, что клиент начинал внимательно слушать, соглашаться с ним, менять какие-то свои мысли, по-честному отвечать на его вопросы. Потому что находились клиенты, которые говорят, я вообще не считаю, что у меня есть какая-то проблема, вот они, собственно, сказали мне, иди к психотерапевту, а я считаю, что это они создают все сложности, с ними ругаюсь, но ладно, хорошо, я пришел, давайте попробуйте, объясните мне, что я делаю не так. И в конце сессии этот человек менял свое отношение, менял свое восприятие коммуникации и менял потом свое поведение. То есть настолько мощные изменения, которые происходили только вследствие коммуникации, никакие таблетки никто никому не давал, никаких там специальных процедур не проводил. Просто коммуникация. И Бендера это заинтересовал, он говорит, это просто великий человек. Когда он посмотрел на работу первого, он говорит, чтобы так научиться общаться и так влиять и воздействовать на восприятие людей, мне интересно, я хочу. И он начал его изучать, ну таким образом, что он просто копировал его поведение, собирал группы, пытался там подобные проблемы решать. И потом он обратился к Гриндеру, а Гриндер был профессором лингвистики. То есть он пришел к Бендеру и говорит, слушай, что ты меня позвал? Я не психолог. Он говорит, да здесь не в психологии дело. Оставь ты, говорит, этих психологов в покое. Мне кажется, что мы имеем дело с человеком, которого считают гением, но то, каким образом он строит коммуникацию, можно структурировать. То есть построить правила. Мы, когда русский язык или какой-нибудь другой изучаем, там есть правила. Но эти правила не придумывались, правда же? Не было же так, что кто-то придумал правила русского языка, а потом появился язык. Нет, люди как-то говорили, общались, и через некоторое время каким-то людям стало интересно выявить какие-то правила и закономерности. Как правильно говорить? Что сначала должно быть? Существительное, подлежащее глагол. То есть, ага, появилась структура. В речи начали появляться какие-то конкретные, да, вот это глагол, да, все понятно. Чем отличается глагол? Отвечает на вопрос, что делать. Все понятно, хорошо. И у нас появляется структура. Мы можем посмотреть на предложение, сказать, оно неправильное, потому что вот это вот надо было слово написать раньше, это позже. Но это касательно языка. То же самое произошло касательно коммуникативных стратегий. То есть, когда Бенлер с Гриндером наблюдали за работой Фрица Перлза, им интересно было выяснять, как он строит свою коммуникацию с клиентом. Во-первых, чтобы тот начал его слушать и доверять. Вот этот мужик, который пришел и сказал, «Я не считаю, что мне вообще что-то надо менять». Что сделал Фриц Перлза для того, чтобы он начал его внимательно слушать и замолчать? И есть ли в этом систематика какая-то? Можно ли обнаружить какие-то закономерности в поведении Фрица Перлза? И когда они начали исследовать, оказывается, да, и на лингвистическом уровне, то есть то, каким образом он задавал вопросы клиенту, и на поведенческом уровне, то есть то, каким образом он изменял свою коммуникацию, вербальную и невербальную, дал им много материала для анализа, который позволил построить некоторое количество моделей, то есть стратегий. Например, говорит, что когда человек говорит, что у меня есть проблема с некоторыми людьми, то, возможно, имеет смысл задать вопрос, с кем именно. В Фриц Перлз, например, так делал. Потом мы, например, смотрим это и переносим в какой-нибудь контекст переговоров или просто деятельности компании, где клиент говорит заказчику, говорит, что ваши сотрудники ведут себя плохо. То мы задаем тот же вопрос, а кто именно, скажите, с кем вы коммуницировали? С кем вы общались? Вот с тем-то. А что именно он сделал? А что конкретно он сделал? Нет, мы не начинаем говорить, да не, они плохо, да они нормальные, да они там, может, что-то не то поняли. Нет, два вопроса задали. Кто и что сделал? Это логично, логично, и не надо плясать вокруг да около. Но не всем людям приходит в голову. Кто-то начинает там говорить, да ладно там, типа. Ну, в общем, это такой вот пример из контекста деятельности, не психологической, чтобы было понятно, что в конце концов выудили-то они в виде рыбки не методы психологического воздействия при лечении определенных каких-то проблем. Потом была Виржиния Сайтир, потом был Милтон Эриксон со своим гипнозом. И в конце концов Бендлер с Гриндером получили некий продукт в виде набора стратегий. То есть они определили, но они не вдвоем работали. Там была целая группа, с которыми нужно было проводить эксперименты, проверять это все и так далее. Появился некий набор навыков, которыми они, между прочим, овладели, потому что по-другому никак не получалось. Они с Милтоном Эриксоном в течение года целого работали, наблюдая его, задавая вопросы и стараясь это все применять тоже со своими людьми в своих этих группах. Давайте попробуем наводить друг на друга транс. Давайте пробовать делать это с монотонной интонацией. Давайте пробовать это делать с шепелявой интонацией, как у Эриксон. Давайте попробуем менять другие интонации. То есть это были эксперименты реально. Потому что разговариваешь так с человеком, одно дело, переходишь на более спокойный голос и не нужно монотонных интонаций. Но в такой коммуникации человек начинает как-то так расслабляться, как-то немного затихать, потому что мы снижаем свои ритмы. Если в это время есть определенное состояние доверия у него, он начинает снижать свои внутренние ритмы, дыхание становится менее интенсивным. Вот этот человек пришел в некоторое спокойствие, ему даже не обязательно сообщать, что это было трансовое состояние или нет. Главное понимать, что можно в это время делать, какие задачи решать. И задачи, которые решались в итоге людьми, которые практикуют нейролингвистическое программирование, абсолютно бытовые. То есть мы не учимся чему-то такому сверхсложному, что нужно в какой-то момент жизни, если вдруг нападут, применить. Знаете, вот как ходит человек заниматься, допустим, боевыми искусствами. Если вынести это за предел его спортзала, то там может в жизни ни разу и случая не выпадет применить это. И слава Богу. Но ему интересно внутри этим заниматься. Это классно. Это постижение каких-то новых возможностей управления своим организмом, телом и так далее. Но НЛП – это не про это. То есть это не только потому, что здесь классно, мы исследуем какие-то новые наши возможности и так далее. Это про каждодневную коммуникацию. Потому что как сегодня, например, выглядит, когда вдруг в семье, например, один человек что-то сделал, а другой хочет ему сказать, что сделал он это неправильно. Ну вот как это сегодня происходит в большинстве случаев? Вот ты что так сделал, например? Или слушай, ну ты мне объясни, ты почему так поступил, например? Или а нормально не мог сделать? И вот так каждый раз. Сколько можно уже повторять, что? Да, и какие там начала фраз ещё бывают? Мне уже надоело ругаться с тобой по поводу. Да? То есть вот такое начало. Такое начало вызывает какие реакции у того, кто слышит? Он временно перестаёт слышать, потому что понятно, что он уже тоже мог бы сказать, сколько раз мне можно это уже слушать. Например, мне надоело, что ты постоянно мне это сообщаешь. И так далее и тому подобное. То есть этот нападает, как бы тот защищается, но вроде они пытаются решить какую-то задачу, которую решить надо. Как, например, поступил бы Милтон Эриксон, если бы хотел дать подобную обратную связь? Он бы сказал, что, во-первых, очень здорово и классно, и я очень рад, что ты взялся и сделал это. То, что ты это делаешь, это вообще супер. Как бы ты ни сделал, в любом случае ты научишься это делать ещё лучше. Единственное, я мог бы тебе поправить, если тебе только нужен мой совет. Вот это, это и это лучше сделать вот так. Это была бы обратная связь от Милтона Эриксона. По поводу этого сразу, допустим, у нас есть определённый набор описаний, как давать обратную связь. Потому что сначала нужно сказать человеку о том, что он сделал хорошо. То есть похвалить его нужно. Нужно убедиться, что человек готов слушать нас, что вообще сейчас ему нужна обратная связь. Знаете, игроки, я вот со спортсменами иногда работаю, с гонболистами вот нашими, молдавскими нынче, и они там играют, играют, и в какой-то момент один начинает на другого кричать. Типа, да ты что, я же здесь стоял, а ты мне пас ещё не дал. Ну это же вот очевидно было. Или зачем ты бил? Вот здесь была совсем другая ситуация. И они начинают на поле об этом говорить. И я им сообщаю, вот смотрите, есть тренер. Согласны, что это его роль? Ну что он должен говорить, кому что исправить, кому как тренироваться, кому в какую сторону расти. Да, говорят, согласны. А вы когда-нибудь слышали, чтобы он во время матча кому-то орал из игроков? Эй, 11 номер, что ты делаешь? Нет, не слышали. А вы когда-нибудь слышали, чтобы он давал такую обратную связь даже в перерыве на матче? Нет, не слышали. А как вы думаете, почему? Ну потому что, наверное, это бессмысленно. А как вы реагируете, когда ваш коллега на вас подобным образом на поле начинает орать? Я злюсь, и мне хочется там типа с ним начать скандал, но понятно, что играю. Или я обижаюсь, говорит человек, и начинаю хуже играть. Ага, значит, ничего полезного в такой обратной связи нет. Она не своевременная, то есть вы не готовы услышать ее. Вы не готовы сейчас рассмотреть детально эту ситуацию. Понять, кто там должен был что делать или не делать. Это не сейчас. И даже не на следующий день после игры. Говорит, так что же вы берете, во-первых, на себя роль тренера, а во-вторых, исполняете ее абсолютно бездарно. Тут же человеку даете обратную связь. То есть, а мы говорим, надо выяснить, готов человек ее услышать или нет. Потому что какой смысл его злить? Очередной раз. Ну хорошо, вызовем мы негатив. Ну окей, он научится? Нет, не научится. Не согласны со мной? Что, учат эти ситуации, которые начинаются с таких фраз? Да не, не учат ничего. Ну да, но если миллион раз человек просто надоест ему, что ему плохо все время от обсуждения этого, он заставит себя и будет делать. Нам можно быстрее. Вот вам, пожалуйста, вариант. И, конечно же, когда мы обучаемся стратегиям гениев, нам нужно сделать какой-то определенный набор упражнений на тренинге, для того, чтобы эти вещи начали работать. Потому что если я просто расскажу, то есть чем тренинг от семинара отличается, да? Если я буду просто об этом рассказывать. Вы под впечатлением уйдете. Понятно, классно, здорово. Можно по-другому общаться. Скажете вы, придете домой, и вдруг увидите немытую посуду. Вот. И реакция будет старой. Не, я не говорю, что она у всех у вас-то такая и всегда. Да нет, конечно. Но я знаю, что в большинстве случаев пока что это так. То есть в этом плане НЛП никакая не разработка для спецслужб или КГБ. Да, российских спецслужб я однажды слышал. Это советских. Парин ТВ. Хороший канал. Там много интересного можно узнать. Главное только никому это не рассказывать потом. Так, типа как фантастику почитал. Вот. То есть вещи эти имеет смысл тренировать. Поэтому называется тренинг. Поэтому у нас на тренинге делаются упражнения. То есть мы занимаемся какой-то теоретической частью, определяемся с тем, понятно она или нет, для чего это нужно, что мы делаем. Вот, например, начинаем мы на первом модуле с навыков калибровки и подстройки. Ну, калибровка – это умение замечать реакции людей и относить их к каким-то внутренним процессам. То есть не просто вот я увидел, что у него дёрнулась бровь. Ну и хорошо, и что? Вот. Иметь в этом какой-то смысл. Здесь вот что интересно. Некоторые люди знакомы со всякими такими работами, типа язык жестов там и так далее. Это не совсем то. Да, понятно, что вот этот жест в большинстве случаев означает «да», если вы не в Болгарии, вот, а вот этот нет. И тут нечему учиться. А вот что интересно, что вещи, например, такие, как мы видим в этом фильме «Обмани меня», может быть, кто-то смотрел, да, там «Доктор Лайтман», ну, этот фильм, мне очень нравится фраза, этот фильм консультировал Пол Экман, если кто-то слышал про такого. Вот Пол Экман – это специалист по лжи. То есть он действительно профессор, который изучал исследования лжи, проводил. Он изучал, как человек врет, каким образом это можно выявить. Он изучал там какие-то работы, в том числе с полиграфом. В общем-то, мне нравится единственная фраза по поводу этого фильма, которая звучит так, что Пол Экман не всегда так уверен, как «Доктор Лайтман». То есть там, конечно, в этом фильме немножечко… Здравствуйте, заходите. В этом фильме немножечко некоторые вещи преувеличены, некоторые вещи слишком примитивно, допустим, подлинно. Ну, типа, почесал человек затылок, вы его что-то спросили, он почесал затылок, ответил вам. Ага, почесал затылок или потрогал бороду, или поправил волосы, значит, врет. Вот. А мы рассматриваем несколько глубже эту идею. То есть даже такие вещи, как там трогание себя, нос, брови, чесание затылка, они являются так называемыми у нас мнемоническими жестами. Эти жесты означают, что человек скрывает эмоцию. А их по тому же Полу Экману семь базовых есть. То есть есть эмоция радости человек, есть грусти, вот, и печали, есть эмоция гнева, да, когда человек злой, есть эмоция презрения, есть отращение эмоция, вот. Чего я там ещё пропустил? Есть удивление, да, приподнятые вверх глаза, брови и что-то ещё. Так вот, любая из этих эмоций, если возникает у человека, он не хотел бы, чтобы окружающие это заметили, он будет демонстрировать на мечте. Всё. Он там себя потрогает, почешет. Знаете, там человек стоит, я недавно видел, ловит маршрутку. Он как, он такой выбежал, такой раз, а она мимо проехала, и он такой, опа, и поправляет волосы, понимаете? То есть, он обломался, он даже не думает, видит его или нет, он понимает, что он находится в окружении людей, у него автоматически эти эмоциональные жесты. Раз, там, поправил себя, всё, стоит дальше. Он же не обманывает, вот. А когда человек таким образом прячет страх, то обманывает сто пудов. То есть, здесь даже к подходу работы с ложью, всё намного тоньше и гибче, и скорее мы работаем с каждым отдельным человеком в коммуникации. Ну, что значит работаем? То есть, на него ориентируемся. Если я с вами буду общаться, вот, то я буду замечать какие-то ваши невербальные сигналы. И когда вы будете, допустим, говорить мне о чём-то абсолютно уверенно, это будут одни сигналы, если вы будете сомневаться, говоря о чём-то, это будут другие. И всё, мне не надо, чтобы у всех людей было одинаково. Есть человек, мы разве не можем обсудить какой-то контекст сомнения? Правда? Ну, там, хорошо ли там в отпуск туда или туда ездить? Ну, грубо говоря, да, может, про что угодно можно сказать. Хорошо ли, что сейчас погода такая? Правда, здорово, что солнце вышло вчера и сегодня, согласны? Ну, зима, здорово же солнце. Так кто-то кивает, кто-то не... А кто-то демонстрирует там удивление, а кто-то сомневается, например, в этот момент. Вот и всё. Мы общаемся с людьми, видим их реакции. Потом в важном для нас контексте эти реакции говорят нам о том, что происходит с человеком. Я ему говорю, хорошо, я вам объяснил, вы всё поняли. Он говорит, да, а я вижу сомнения у него вне вербальных реакциях. Я говорю, отлично, тогда я ещё кое-что расскажу и продолжаю объяснять. Но по-другому только уже. Потому что я вижу, что он не понял. Но ему, может быть, неудобно об этом сказать. Может быть, он посчитает, что я его каким-то странным приму, раз он не понимает объяснение. Понимаете? То есть вот такая вот штука. И когда мы учимся калибровке, то коммуникация с людьми становится значительно более интересной и для вас, и для них. Потому что вы понимаете, что сейчас происходит с человеком. Часто бывает, понимаете, что значит калибровать, обращать внимание на то, что происходит с человеком. Когда бывают такие ситуации, что человек говорит, дай тебе анекдот расскажу. А ему говорят, да не надо сейчас. Он говорит, да, да, я расскажу, он смешной. Слушай, я не хочу сейчас анекдот. Да подожди, ну чё ты, блин? Ты же смеяться сейчас будешь, будет всё здорово. Чё-то у тебя настроение такое плохое. Вот я тебе расскажу анекдот и весело станет. Да не нужен мне твой анекдот. И вот он ему добро причиняет, понимаете, ещё хуже делая его настроение. Вот. Те же идеи там, опять же, подстройки. Вроде бы простые вещи, когда мы начинаем на них так структурно смотреть. А с другой стороны, абсолютно многим людям недоступны. Ну вот, что значит подстроиться к человеку? То есть когда, опять же, с той же обратной связью, или когда нам хочется возразить. Вот говорит кто-то там, я считаю, что земля имеет форму чемодана. Или что НЛО на самом деле существует. Или что НЛО на самом деле не существует. Ну и вот у нас есть противоположная мысль по этому поводу. Опять же, вот на сегодняшний день многие люди каким образом поступают? Они сразу эту мысль выкладывают. Он говорит, слушай, это, конечно, ерунда, то, что ты думаешь, мне кажется. Я тебе сейчас даже обосную, почему. Вот смотри, во-первых, да, и начинается сразу как бы атака на идею. А человек, когда это замечает, он сразу раз, закрывается. Но руками он так не делает, но он перестаёт слышать многие аргументы. Потому что он понимает, что сейчас на него нападают, и эти аргументы могут разрушить его идею. Зачем их слушать? Не надо. Он сидит и свои в это время обдумывает. Закончили вы говорить, и он вам вперёд. То есть такое, а вы в это время тоже его не слушаете, а дальше думаете, как ему доказывать свою позицию. И вот получается такой интересный разговор. Если мы используем подстройку даже на самом простом, самый простой вербальный уровень подстройки, который учиться не обязательно вообще долго. Это разного рода согласие с тем, что говорит человек. Это можно по-разному, конечно, соглашаться. Здесь тоже есть структура. Он говорит, допустим, что вы знаете, вот я считаю, что это слишком дорого. Ну вот что-то вы продаёте. Он говорит, что это слишком высокая цена, очень дорого. И мы можем сказать, да, это дорого. Простой способ подстроиться. Но потом у нас есть возможность дальше что-то с этим сделать. Потому что когда мы соглашаемся, он не начинает сразу закрываться. Он начинает слушать, что же мы дальше скажем. А мы дальше, ну и дальше варианты, пожалуйста. Можно про качество, можно про осознание эффектов. Это дорого. Но вот интересно, когда вы каждый день будете радоваться вот этому, то, собственно, через сколько дней вы перестанете думать о этой сумме. И ещё через сколько дней вы начнёте думать, что это не так и дорого. И ещё через сколько дней вы скажете, что это вам вообще на шару досталось. Вот в этом вопрос. А не в том, сколько сейчас нужно отдать этих бумажек, которые на самом деле ничего не стоят. Стоит вещь, вот. А бумага? Завтра заработаете в два раза больше, если у вас настроение хорошее будет. Ну, тут можно как угодно себя вести. Но самое главное, что мы вначале согласились, например. Там другой вариант подстройки. Я бы на вашем месте точно так же думал. Или у меня бывали ситуации, когда я смотрел на вещи и говорю, мне непонятно, почему это столько стоит. Оп, интересно стало человеку. Правда, мы не спорим с ним. Мы говорим, ну, потом, когда я начал ей пользоваться, я понял, почему. Попробуйте, и вы хотите, вот, сядьте за руль. Совсем по-другому происходит коммуникация в спорных ситуациях, когда любой из людей использует подстройку. Вот это что интересно. Многие из нас думают, что люди бывают какими-то. Ну, вот что вот есть, допустим, какой-то ваш знакомый. И вам с ним общаться некомфортно. Ну, вы его знаете, или, может, это коллега по работе, или еще кто-то. Вы иногда с ним встречаетесь, и вам общаться с ним некомфортно. И вы считаете, что вот он такой человек. Но что интересно, в его окружении есть достаточно людей, каких-то вот, которые с ним общаются вполне комфортно. Согласен? Правда? То есть кто-то и вас считает не самым хорошим человеком. Я уверен, что их мало этих людей. Может, один всего лишь. Но обязательно. Обязательно. Вот. И вот вы, вроде как, без всяких возможностей повлиять на ситуацию. Карма такая. Ваша коммуникация с этим человеком. Но вот что интересно, что когда мы занимаемся NLP, то оказывается, что происходит с этим человеком, к чему он привык, как он относится к другим людям, сколько у него доброжелателей или нет. вы по отношению к нему можете построить любые взаимоотношения. Любые. Здесь происходит такая системная коммуникация, где мы общаемся, посылаем какие-то вербальные, невербальные сообщения. Ну вот если вы считаете человека не очень хорошим, как вы на него реагируете, когда вы его видите? Правда ведь не так? Ой, привет, как я тебе... А, здравствуйте. И там обязательно какое-нибудь презрение проскочит или отвращение. На автомате абсолютно. Вот рассказываю я человеку какую-то идею, так смотрю на него, а у него глаз один, даже не бровь, а глаз один дернулся. Я говорю, что не нравится, да? Не, ну не всё прямо полностью, просто вот этот вот момент, понимаете, а если бы я пропустил мимо? Вот она важна обратная связь. И когда мы начинаем совершенно по-другому реагировать на этого человека, что интересно, да, допустим, мы берём, и вот у нас есть на втором модуле работа с субмодальностями, когда очень быстро, буквально за одну минуту можно изменить отношение к любому человеку. Ну вплоть до появления или разрушения любви. Не вопрос. Это всё очень просто делать. Когда мы понимаем, как устроено внутри у нас кодирование опыта. Мы жопот кодируем, правда? Человек, у которого есть фобия, там, на собак, боязнь собак, его всего лишь один раз напугала собака. До этого он видел её, не её, а может быть, даже её, и ещё каких-то собак много раз. Но именно этот опыт выделился. Хотя он может вспомнить и других собак, которые его не пугали и не нападали на него. Только это никак не помогает. Теперь он уже их боится. То есть мозг каким-то образом очертил это событие и сказал, вот это вот важно. Увидишь собаку, вот такие должны быть чувства. И действуй, исходя из таких чувств. Исходя из таких чувств, что человек делает? Бежит. Вот он на балкон, боязнь высоты, раз, о, нет. Почему он убегает? То есть вот это состояние смертельной опасности практически включается. Вот. И это автоматическое реальное. Происходит точно так же у нас восприятие какого-то человека. Мы там вчера с ним ссорились, позавчера мирились, сегодня опять помирились, пять дней назад опять ссорились. И наш мозг каким-то образом знает, в каких мы отношениях в данный момент времени, несмотря на то, что было так, и так, и так. То есть мы как-то это всё кодируем. Взяли вы вот таким образом, специальной техникой, за две минуты поменяли отношения к этому человеку. И что интересно, через какое-то время, через несколько с ним, три-четыре, вы вдруг замечаете, что ваши коммуникации, всё, взаимоотношения другими стали. Он перестал быть плохим. Даже наше внутреннее восприятие, когда меняется, начинаем изменять своё внешнее поведение, человек это обязательно замечает. Ему кажется, что вы вдруг начали делать какие-то шаги вперёд. Ему тоже не нравилось это, потому что вы точно так же, как и он, думаете иногда о том, что это неприятно. И он точно так же, как и вы, знает, что есть другие люди, с которыми ему хорошо и нормально, с которыми он понимает, но вот с этим что не так. То есть, в принципе, позиции практически одинаковые всегда в этих случаях. Надо быть при этом гордым, например, и вообще не заявлять, что его это каким-то образом волнует. Делать всяческий вид, что мол, ну и я и рад, а у нас всё так. На самом деле, многие люди в душе хотят о том, о том, о том, о том, когда мы им предлагаем это, они начинают это ценить. То есть, таким образом получается, что курс NLP-практик представляет из себя некоторый набор стратегий, стратегий коммуникативных, стратегий поведенческих, стратегий, связанными с тем, как обращать внимание, наблюдать, улавливать обратную связь, читать даже в какой-то степени процессы и мысли человека. Иногда, вплоть до того, что понятно, о чём он сейчас подумал. Или что он ушёл сейчас в чувства, или что он там вспоминает или конструирует. Вот, мы учимся, как мне кажется, коммуникации, которая в будущем будет преобладать. Мне кажется, что вот эти вот все штуки, типа, а опять почему ты это сделал, то есть, демонстрация силы, силовая коммуникация, показать, что ты сейчас не прав, а я прав. Если ты не прав, и я прав, значит, ты меня слушаешь. То есть, вот через эти вот все вещи, оно постепенно будет смещаться, потому что мы всё больше и больше замечаем, что это не работает. с детьми, опять же, большой опыт, я вам скажу, есть, прекрасно всё. Именно использование такой коммуникации, как предлагается в НЛП, использование, например, тех же, как мы говорим, косвенных внушений, пресуппозиций, значительно облегчает, когда ребёнку говоришь, не одевайся, а кто бы ты хотел, чтобы тебе колготки одел, папа или мама? Ребёнок как бы выбор делает. То есть, мы могли точно так же спросить, ты хочешь одеваться или нет? Хочешь, чтобы папа или мама? И здесь, да, когда он делает выбор, а одеваться придётся по-любому. Вот в чём хитрость. И такие приёмы, их есть тоже какое-то количество, они достаточно легкие, интересные, только нужно начать включать их в свою коммуникацию, тогда мы начинаем со всеми общаться таким образом. Ну, мягкое общение, без навязчивости. Хотите так или так купить у нас эту вещь? Понимаете идею? Примерно так, сегодня или завтра? Вам позвонить сегодня или на следующей неделе? Давайте на следующей неделе. Ну, не вопрос, на следующей неделе. Главное, что мы о звонке договорились. Вот. Ну, это вот такой через ИЛИ простой способ строить, как мы говорим, пресуппозиции, предположения, такое в НОП есть. Мы закладываем какую-то определённую информацию. после какой консультации мы с вами обсудим результаты. Всё. Говорит, если таким образом терапевт, он уже намекает, что будет больше одной консультации. Вот. И внушает это человеку в это время. То есть такая коммуникация мягкая, умная, с выбором, с подстройкой, с умением так дать обратную связь человеку, чтобы он научился, а не разозлился. Умение управлять своими внутренними состояниями, в том числе, тоже интересный, большой такой вот кусок НЛП. Каким образом что-то внутри нас происходит, как наши эмоции включаются, из-за чего, в ответ на что. Потом, опять же, проработка каких-то нюансов, вот таких, как фобии, какие-то там ситуации, которые произошли, отложили отпечаток, и сегодня там кому-то неудобно общаться с незнакомыми людьми, кому-то сложно торговаться, кому-то трудно спорить или доказывать свою точку зрения. Это все вот такие внутренние сформировавшиеся убеждения, какие-то автоматические реакции, которые мы в том числе корректируем, когда ближе к концу курса практик учимся тому, что из себя представляет терапия с точки зрения НЛП. Ну, все-таки какое-то количество терапевтических техник мы исследуем. Как выучить фобию и аллергию, во всяком случае, научимся точно. Но я думаю, что многих это сейчас удивляет. Но мы действительно с помощью НЛП достаточно успешно лечим аллергии и стопроцентно лечим фобии. Вот тоже пресуппозиция, да, я которую сейчас заложил. Значит, аллергии не стопроцентно. Не всегда. Понимаете, вот это вот умение замечать структуру и понимать, что делает человек в разговоре с вами. Позволяет вам, а, во-первых, даже если человек начинает на вас воздействовать какими-то такими приемами НЛПшными, которые на самом деле не НЛПшные, мы учимся тому, чему многие интуиты, ну вот так, интуитивно научились, прожив достаточно большую часть своей жизни и проработав в каком-то контексте, где нужно было общаться, очень много. Встречаясь с разными людьми, с ушлыми, как говорят, с какими-то такими подкованными, с бандитами, с бизнесменами, с политиками, если нужно общаться с теми, с теми и с теми, и как-то с ними наводить контакты, налаживать 5 лет такой работы, поверьте, это будет такой подкованный человек, никакой ему тренинг НЛПшный, скорее всего, не нужен будет. Потому что у него настолько будет сложный опыт, если он выживет в нем, если он сумеет там их всех уговаривать и не бросит это все, сумеет добиться того, чтобы они там его слушали, изменять их убеждения, решать какие-то конфликтные ситуации и так далее, то этот человек, он будет достаточно грамотным специалистом. И еще нужно посмотреть, кто будет эффективнее в коммуникации, он или человек, который только прошел НЛП практик. Но НЛП практик всего лишь идет в течение, там у нас 8 модулей, да, по 2 дня. 16 дней. И за эти 16 дней мы хотим заложить в вас стратегии, которым люди учились десятками лет. Но они не учились по инструкции, а они учились по жизни. А мы берем и опережаем. Почему? Вот некоторые говорят, я говорю, было бы неплохо, наверное, в школе такой какой-нибудь курс тоже НЛП. Я говорю, да ну зачем школьникам, вот пускай они развиваются естественно. Зачем тогда им математика? Пусть развиваются естественно, пусть пытаются спички складывать. Правильно? Но мы ускоряем, ну что естественно, ты возьми, научись этому, ты потом это таким образом сможешь расширить, улучшить. То есть если эти вещи уже имеются, они станут красивее, будут оттачиваться как инструмент, связываться с опытом. В конце концов, человек способен и свои какие-то новые штуки развивать, какие-то интересные идеи. Вот. Но когда у нас есть база, то есть давайте сейчас ученые, мы им возьмем там ньютоновскую физику дадим, и все, и на этом закончим. Дальше развивайтесь сами, надо завтра компьютер сделать. Нет, мы им рассказываем, вот ребята, пожалуйста, нанотехнологии, это устроено таким образом. Все, сразу готовы инструкции, стратегии, описания. И если вы на основании этого готовы придумать что-то новое, здорово. Вот вам структура, то есть это не просто кусок камня, у него есть такая структура, на ней можно построить вот это, это, такую-то систему, какие-то элементы электронные. Все, и тогда они сидят и думают, как с помощью этой структуры решать какие-то новые задачи. Вот и здорово. Почему бы людей не сосредоточить на идее того, чего в жизни сделать такого потрясающего, чтобы себе хорошо было, другим, чтобы принесло там какую-то прибыль, денег и удовольствие. Здорово, здорово, классная штука. Только зачем людям думать о том, каким образом подготовить себя к такой цели. Пускай они лучше над целью думают, над реализацией. А подготовку мы дадим, пожалуйста, хорошо сформулированный результат, это стратегия, которую мы исследуем на третьем модуле НЛП-практика. То есть, каким образом думать о цели, так, чтобы можно было приступить к ее реализации и посередине не решить, что она, например, не нужна. Или через несколько лет не понять, что ты вообще не понимаешь, к чему ты идешь. Люди так язык, например, учат иностранный. Вот взяли какой-нибудь там английский или французский и учат. И вот учат, и учат, и учат. Уже учат несколько лет, два-три года. Мы спрашиваем, как ты поймешь, что ты выучил язык? Он не знает. Но зато он знает, что есть еще чего выучить в этом языке, потому что существуют там вот такие-то направления, такие-то. Перевод может быть техническим, а может быть еще каким-то медицинским. Правильно, это все отдельные отрасли, можно учить? Можно. Высших образований сколько можно получить? Сколько угодно. Есть люди, которые получают три, пять, шесть. Когда остановиться? Как понять, что ты уже закончил обучаться и можешь приступать к реализации? Простой вопрос. Всего лишь один вопрос из шести, которые, если мы зададим человеку, он на них ответит, ему четко будет понятно, нужна ему эта цель или нет. как к ней идти, собственно, с чего начинать? И как понять, когда остановиться? Когда цель уже достигнута? И оказывается, все очень просто. Но это простота. У кого-то существует в одной части, у кого-то в другой. Если мы собираем все и говорим, смотрите, вот это оптимально. Оптимально по отношению к любой цели начинать с вопроса, чего вы хотите, вместо того, чего вы не хотите. Потому как многие, например, с тем же бросанием курить? Хочу бросить курить. Мы говорим, давайте без отрицания. То есть, если вы не хотите избавиться от чего-то, а что-то приобрести, то что это будет? Все, я вас уверяю, вот вам самое лучшее наведение гипнотического транса. Потому что человек так уходит глубоко в свои мысли. Чего я хочу приобрести? Ну да. Но что значит бросить курить? Ты не можешь чего-то бросить? Что значит перестать ругаться? А как общаться вместо этого, спрашиваю я? Хм. И он понимает, что как бы с этим человеком скорее всего по-дружески не получится и обниматься не выйдет. Ну, наверное, хотя бы просто проходить, здороваться и при этом чувствовать то, что я чувствовал до того, как его увидел. Все. Вот это уже цель. Так что с курением? Транс продолжается. Потому что потом оказывается, что человек, когда курит, он решает задачу в это время какую-то. И этих задач много решается с помощью сигареты у взрослого курильщика. Расслабиться, напрячься, что интересно, успокоиться, сосредоточиться, проснуться, уснуть. То есть какое-то количество задач и позитивная формулировка в этом плане будет, что я хотел бы научиться и начинаем с первого. Типа расслабляться с помощью и вот сиди, думай. Как только придумаешь, сразу в этом контексте сигарета не нужна будет. Ну и мы можем использовать, правда, какие-то методики NLP, которые позволяют думать не ему, а его бессознательному, например. Так, чтобы он ушёл куда-то, а потом так раз. Ну, что значит бессознательному? Давайте так. Вы иногда помните, что вы знаете фамилию какого-то актёра, которого вы видите сейчас на экране, но вспомнить её не можете. Знаете, а вспомнить не можете. То есть где-то она в бессознательном там есть, а сознание её не достаёт. Чтобы было понятно, что сознание и бессознательное — это не две разные комнаты в мозге. Нет, это просто огромный материал, весь опыт пережитой жизни и какой-то такой фокус внимания на отдельных частях его и осмысление происходящего сейчас, какая-то оценка. Вот это наше сознание. Вот и всё. То есть мозг работает целиком. И мы эту идею в том числе развиваем, что надо иногда в том числе сдвигаться в сторону того, чтобы уметь принимать интуитивные решения. То есть слушать своё бессознательное. Оно мудрое, между прочим. Там очень много очень сложных процессов, которые значительно в большей степени могут обработать информацию, чем наше сознание. Вот. И как бы вот так договориться, потому что иногда человек чувствует, что надо делать так, а понимает, что делать надо по-другому. Вот он, конфликт. Где-то там бессознательное с помощью ощущений подсказывает, что то, а сознание… Ну, если уметь хотя бы уловить и понять, из-за чего эти сигналы оттуда и оттуда, то человек может как-то разобраться, как на самом деле поступить. То есть очень много интересного, если так сказать, про то, как мы устроены своим мышлением, своими реакциями, как мы строим модели мира вообще, что это из себя представляет, как устроена наша коммуникация, и как мы, собственно, влияем в этой коммуникации друг на друга. Каким образом удается устанавливать коммуникацию с любым человеком, вот, как это сделать, кто бы он ни был, о чем бы он ни говорил, сделал так, чтобы начал слушать. Вот. То становится интересно общаться. То есть с любым человеком можно найти общий язык. И он, в конце концов, оказывается интересным. То есть мы исследователями становимся нашей жизни, когда мы в том числе получаем вот эту вот структуру, структуру коммуникации. Мы видим, вот у нас на этих выходных будет боевой НЛП, это тренинг для людей, которые уже прошли как минимум курс НЛП практик. Вот. На нем мы рассматриваем как раз вот паттерны губительной, разрушающей коммуникации. То есть это как раз те паттерны, которые используют сегодня на всю катушку люди, которые не учились вообще ничему. Не НЛП, но они прекрасно умеют сделать так, допустим, чтобы ребёнку не захотелось развиваться. Чтобы человек, например, бросил цель какую-то. Ну вот пришли вы к какому-нибудь доброму своему знакомому другу, родственнику и рассказали о каких-то планах. А вот хочу я вот это вот попробовать замутить. Он с вами поговорил 10 минут и вы говорите, ну да, наверное, не стоит. Понимаете? А никто не знает, ни вы, ни он стоит или нет. А цель уже разрушена. Вот такие вот вещи мы в том числе исследуем и исследуем для того, чтобы их останавливать, для того, чтобы иметь защиту от подобного воздействия. вот. Но эти тренинги, они связаны, между прочим, друг с другом. То есть один учит тому, как лучше, куда мы в конце концов, наверное, придем, ну как люди, какой коммуникации. А второй показывает четко, что делается сегодня тоже на уровне четких, конкретных паттернов. Паттерн – это такая закономерность поведенческая, есть такое слово. Ну, я вот хочу сказать, что, как мне кажется, то, что я хотел рассказать вам до того, как вы начали задавать вопросы. Я рассказал. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Только смотрите, вопросы про НЛП, про тренинг, вопросы на тему, сколько стоит кому платить, какие предоплаты и так далее. Это вот у нас Денис есть. И я, когда закончу, я его вам отдам на растерзание и делайте с ним что хотите. Он тренирован. Почему тренинг так растянут вообще во время два дня в месяц? Ну, так принято. Два. Все правильно. Суббота, воскресенье раз в месяц восемь модулей. Информация как будто стаканился. Это значит два месяца. Смотрите, здесь есть очень много факторов. Во-первых, фактор свободных выходных дней. То есть, во-первых, это повелось не у нас, не в Кишиневе. Это вот, это еще, как мы их называем иногда, отцы-основатели начали так. То есть, они сложили много маркетинговых факторов. Свободные выходные дни. Люди в будние дни работают. Дай им, забери у них два выходных дня в месяц. Это будет хуже, чем один. Касательно эффективности вот такого. Никаких утрат нет у эффективности. В этом плане я вас уверяю. Если бы это было неэффективно, вот, то не занимались бы этим. Вот это самый основной принцип. Я музыкальную школу когда-то давно, еще маленьким был, бросил именно поэтому. Я ходил в оркестр духовой и учился там играть на духовых инструментах. По своему желанию туда пошел. В музыкальную школу родители отправили. Ну, оркестр оркестром, тут образование, вдруг заходишь быть музыкантом. Я ее бросил, потому что это неэффективно. Я понял, что то, чему меня учит Шварцман Борис Наумович с такими усами старый дядька, за один урок это круче. Целого года в музыкальной школе мне такие, видимо, попались преподаватели. Игра и это. Тут обстановка, тут умение создать атмосферу, оркестр, коллектив, ответственность какая-то, подход к каждому отдельному участнику. Я, наверное, в какой-то сегодня степени вижу обучение НЛП таким, когда есть динамика, когда есть драйв, есть интерес и есть ощущение того, что материал, который ложится, он ложится и работает. Так вот, по поводу того, чтобы успокоить, значит, если мы с вами, я сейчас попробую метафору рассказать, если мы с вами собираемся из каких-нибудь таких вот, ну, кирпичиков, которые, ну, такие маленькие треугольники, всякие там, кубики, для детей есть такие, они собирают там всякие башенки и так далее, заборы, дома строят, если мы собираемся с вами построить дом, то на первом модуле мы учимся строить фундамент. Вот взяли и построили фундамент, один вид фундамента, другой вид, такой бывает фундамент, такой, такой, такой. На второй модуль мы приходим и говорим, учимся строить стены, только начнем с фундамента, но вы уже быстро умеете фундамент делать, поэтому вперед. Так же и тут, мы научились навыкам подстройки, на втором модуле нам нужно будет выполнять определенные задачи, где без подстройки не выполнишь, просто человек рядом сидящий будет говорить, мне кажется, что ты что-то не то делаешь, а если он так говорит, значит, подстройки нету. И я обращаю ваше внимание на это, и вы обращаете, начинаете опять подстраиваться. То есть, о чем я говорю, что основные вещи, вот где-то мы научились, на третьем модуле, допустим, у нас будет стратегия творчества Олта Диснея, то есть, как Олт Дисней строил творческую работу как у себя в коллективе, так и у себя в голове. Ну, сначала у него было в голове, а потом это перенес на работу в коллективе. Он там определил три роли, фантазер, реалист, критик, вот, и они по очереди там обрабатывали идею. Так вот, когда мы на третьем модуле выясним, следующие мозговые штурмы, они будут в том числе зафиксированы на этой стратегии. То есть, мы будем работать над какой-то задачей, я говорю, давайте здесь применим стратегию Олта Диснея. И вы опять про нее вспомнили, и опять на опыте. И вдруг там какой-то оказался человек, который, я прохожу мимо подгруппы, и пять человек работают. И один говорит, да не, ну что вы не то делаете? Или там, мне не нравится эта мысль, то есть видим, что эти вроде как четверо договариваются, а один все время спорит. Я так подхожу и говорю, ребята, вы про подстройку помните, да? Точно, подумали, вот что же он спорит. И начинают к нему подстраиваться. Он такой раз, и тоже успокоился. И они уже конструктивно работают. То есть фокусы, внимание, которые присутствуют по ходу тренинга, они все время включаются. Именно для того, чтобы это работало. Ведь смотрите, если здесь вот в чем главная задача. Главная задача в тренировке. Если вы прошли через определенный опыт, у вас же в голове построились некоторые нейронные связи, правда? И они уже не разрушаются. Их только можно там, как Бендлер иногда шутит, выковырить ложечкой для мороженого. Ну, мозг очень быстро говорит, все проблемы сразу исчезнут. Чем меньше мозга, тем меньше проблем. И связи эти, они никуда не денутся. И самое главное, с моей точки зрения, как тренера, как человек, который вас учит, сделать так, что когда мы будем продолжать какую-то тренировку, чтобы эти связи опять были задействованы. Потому что чем больше с каким-то навыком у нас есть нейронных связей, с разными контекстами, с разными упражнениями, тем более прочным становится этот навык. А если же и еще наш мозг в целом замечает, что с помощью какого-то навыка мы лучше решаем задачи, то он же не дурак, он будет его использовать. Но посмотрите на тех же детей, они очень быстро соображают, говорят, истерики, истерики. Покуда вы даете после этой истерики ребенку получить его цель, он будет знать, что это последний шаг, но он действенный. А через некоторое время он поймет, что лучше этот шаг сразу в самом начале. Что время терять? Очень быстро учатся, и все, и сразу и выгибаться давай, и падать. Все, и так, чтобы его успокоить, ему быстро дали. То он говорит, ребенок истерит все время? Нет, вы обучили его такой коммуникации. И опять же возвращаемся вот к этой идее, что неважно то, что происходит с этим человеком, о чем он думает, это неважно. Результат коммуникации и им может управлять любой из них. Если есть структура и инструменты, то вперед. еще вопросы? Подскажите, а правда ли, что лектор использует технику по манипуляции? Что кто? Что лектор использует техники по манипуляции. Лектор? Какой? Бывает разные. Ну, в частности, которые мы можем сказать. Давайте, давайте про меня. А? Вы манипулируете сегодня? Конечно. А тогда давайте разберемся, что такое манипуляция только. Ну, каждый понимает по-своему. Тогда как ответить? Я вас вас не слышу, если я вас слышу, спасибо за внимание. Не-не, подождите, я вас так не отпущу. Хотя бы давайте поймем, как вы понимаете манипуляцию, и тогда я отвечу хотя бы вам. Тогда это будет мой ответ на вопрос. Вот так? Ну, я считаю, что манипуляция, в целом, если мы говорим про манипуляцию, да, я всегда считал так, что это когда один человек воздействует на другого, и тот начинает что-то делать, что ему не нужно, а этому, кто воздействует, нужно. То есть, ну, вот этот воздействует на этого, да, на второго. Ему это не нужно делать, а он делает. А вот этому нужно то, что он делает. И он радуется. Вот такая манипуляция, то есть, когда корыстные есть интересы. А с другой стороны, вот представьте себе, что человек совершает ошибку на ваших глазах, а вы его восстанавливаете. Манипуляция, манипуляция. Во благо. Очень сложно. А? А ты тот, из чего уехал, заселяет, может быть, благо. О, вот это плохой вопрос, хороший вопрос. То есть, я хотел сказать, извините, я хотел сказать, это плохая тенденция определять благо для другого человека. Да. Знаете, я, позвольте, я просто записал, мне было очень интересно, я записал непосредственно диалог и некоторые фразы, которые действительно манипулировали вы сегодня, и это было очень интересно. Классно. Дайте пример. И тогда мы поймём, что такое манипуляция. Всё, договорились. Хорошо. То есть, смотрите, когда я говорю, допустим, когда я говорю, и мы с вами на тренинге будем заниматься вот этим, это тоже манипуляция. Потому что я как бы предполагаю, что вы пошли на тренинг, но запомните сейчас всех этих людей, и вы увидите, что на курсе NLP практик не все из сидящих здесь будут. манипуляция, но опять же, смотрите, вот тут надо договориться. Если про корысть, то тогда я считаю, манипуляция — это плохо. Это будут краткосрочные взаимоотношения, потому что человек всё равно через некоторое время поймёт, что, да, им сманипулировали, что он делает что-то не то. Теперь подумайте. Восемь модулей, восемь модулей по два дня, раз в месяц. Собрали мы группу людей, сманипулировав ими. Ну, то есть, грубо говоря, на тренинг затащили тех, кому не нужно. Что мы получаем? После первого модуля уходит полгруппы. Ну, то есть, все те, кому не нужно, они же поймут, что это им не нужно было. И мы семь модулей проводим с кем? Ни с кем. То есть, как раз-то здесь главная задача сделать так, чтобы люди чётко поняли, чему они будут учиться. Буду я это делать с помощью манипуляций в вашем воспитании? Ну, не вопрос. То есть, если использование там пресуппозиции, косвенных внушений это манипуляции, тогда да, я их всё время использую. Без перерыва. Я себя остановить не могу. У меня коммуникация такая уже теперь. Ну, как тогда? Вроде никто не жалуется, но некоторые замечают. Это здорово. Структуру видеть, поверьте, это очень интересно. Те, кто замечает, этому тоже нет возможности научиться. Ну да. Как минимум. Так что да, хорошо, да. Манипули. Если вопрос про то, использую ли я НЛП, а как я тогда буду учить вас? А знаете, есть люди, которые учат НЛП, но не используют его. Я видел таких. Ну, к сожалению. Они просто знают, что рассказывать, какие темы. Я в этом плане, вообще мне всё время, и это интересно, и это является, с моей точки зрения, той концепции, которую закладывали Бендлер с Гриндером, демонстрировать то, чему учишь. То есть, ну, на этом ещё Грегори Бейтсон был такой антрополог. Он был как бы таким наставником Бендлера с Гриндером, идейным и духовным. Он посмотрел на их первую работу и сказал, блин, как это у вас дрянная эпистемология. Как это можно учить людей паттерну через этот паттерн? Ну, типа, учить человека подстройки, демонстрируя подстройку. А Бендлер говорит, по-моему, в коммуникации это лучшее, что можно делать. Учим мы косвенным внушением, и делаем это через косвенные внушения. Я говорю, сколько нужно ещё примеров привести, чтобы вы осознали, что такое числовая пресуппозиция? Ну, примеры через число, через количество. Да, это предположение, что вы осознаете, только нужно ещё какое-то количество примеров. То есть, то, что вы поймёте, что это пресуппозиция, даже сомнений нет. Вот она и манипуляция. Вот она и манипуляция получилась, конечно. Ответил? Достаточно. Хорошо, спасибо. Ещё? Такие моменты, как навязчивые идеи, мания, или ворноя. О! В смысле, как создать? Это на боевом NLP. Вот как раз на боевом NLP, мы будем рассматривать, как это создаётся. На практике мы, может быть, ну смотрите, паранойя я бы не хотел. Я думаю, что мы быстро такого человека вычислим и предложим ему индивидуальное консультирование. Вот. Но мы не будем рассматривать, как лечить паранойю. С другой стороны, с другой стороны, что я говорю по поводу паранойи? Некоторые вещи, некоторые, как некоторые вещи, вот навязчивость там, в моём понимании, навязчивость, это там взял, там купил коробку семочек и всю её съел. Навязчивое желание есть семечки, навязчивое желание есть шоколад или пирожное. Да невозможно оторваться. Это вот мы называем тоже навязчивость. С этими штуками мы работаем, с перееданием. Я в том числе рассказываю на практике и даю стратегию полезного питания, эффективного, не как бы здорового, извините. Это не придуманная стратегия диетологами, а это Стив Андреас взял и исследовал. Мы НЛПР и как делаем? Мы берём и моделируем. Берём человека, который что-то умеет, да, гения, и вытаскиваем его стратегии. Андреас смоделировал людей, которые могут есть как угодно и сколько угодно, но они не пережирают. Нет, просто у них нет ограничений, типа это я не ем, а вот это нельзя, в этом много калорий. Он взял людей, у которых в модели мира нет таких понятий, как калории, много-мало съесть и начал моделировать, смотри, как же происходит так и как они едят, вот, чтобы они не поправлялись. И оказывается, очень интересно там всё, человеку можно обучить этой стратегии, он будет счастлив. И не нужно будет там на диеты сложные садиться. Вот, то есть это касательно вот таких вот вещей, да, с этим мы будем работать, давать как там неконтролируемые автоматические реакции, например, там человек увидел, многие курильщики осознают, что процентов 30 сигарет они выкуривают только потому, что закуривает кто-то рядом. Ну, то есть он бы, может, и не закурил, если вот этот не достал сигарет, он даже не думает об этом. Просто достал, и он со всеми достал. А если мы делаем определённую технику, и у него появляется в этот момент на секунду некий там образ себя, который может этого не делать или поступить по-другому, то есть прерывается этот автоматизм, и он думает, хочу или нет. Он даже не осознаёт результат этой техники в виде там каких-то внутренних визуальных процессов. Он просто думает, хочу я курить сейчас или нет. Говорит, сейчас не хочу и не достаёт сигарету. На 30% сократили, уже хорошо. У меня подход к борьбе с курением чуть другой. И у меня нет таких идей, что если человек сказал, всё, бросил курить, значит, он сразу перестал курить, а если выкурил одну сигарету вдруг через месяц, то, значит, всё на смарку. Ну, то есть, значит, всё, не получилось, и опять пошёл покупать. Вот. То есть с какими-то вещами работаем, с какими-то, наверное, нет. А с убеждениями? А вот с убеждениями. Это спасибо за вопрос, потому что у нас целый модуль. Это мы начали ещё с прошлого NLP-практика, который вот сейчас закончился. Ну, не так давно закончился, там где-то перед Новым годом, что ли. Вот. Мы начали, включили в него, потому что мы, как институт NLP, всё-таки входим в содружество трёх центров NLP российских, то есть это центры NLP в образовании, факультет NLP Новосибирский, институт NLP Московский. И у нас есть определённая договорённость о формате курса NLP-практик. Ну, что дальше мастерские, там есть какие-то важные темы, какие-то вещи в некоторых центрах вносят свои. Ну, это мастерство, это отдельный разговор. Вот. А по поводу практика, какие-то вещи обязательно должны быть. И работа с убеждениями, это в том числе был модуль, который мы включили. Это в практике сейчас седьмой модуль. Мы конкретно исследуем модель фокусов языка, 14 фокусов языка Роберта Дилса, как устроено убеждение, как убеждения создаются. Таким образом их можно расшатывать, раскручивать. Что с этим делать? Как можно создавать новые убеждения? Вообще, как этот процесс устроен у нас в голове? Ну, бывает иногда так, что вы с кем-то говорите, кстати, из друзей или знакомых, он говорит, «Ты что, не знал?» На самом деле вот так. Сказал вам, и вы поверили. Ну, всё, приняли это как правду абсолютно. Что, нет? По-моему, у всех в жизни неоднократно. И ещё потом мы можем себя поймать на мысли, что то, что мы уже давно используем и советуем другим людям, нам кто-то сказал. И не факт, что это наилучший способ. Вот вам создание убеждения. В этот момент, между прочим, как мы говорим, подстройка, вот тот самый рапорт обязательно был. Это уже иногда создание убеждения, создание глубокого рапорта, подстраиваясь, когда человек потом услышал от вас фразу и принял её на веру. Но есть и другие способы. Да, с убеждениями работаем. Это один из тех моментов, за что многие любят НЛП. За то, что работа с убеждениями настолько структурно разложена, что мы фактически как будто бы в пятнашки играем. А вот работая, когда у нас там будут субмодальности, или вообще такой вопрос, возможно изменить вообще свою репрезентативную систему? Ах, как ты глубоко вообще копнул. Сейчас, смотри. Да, с дигитальной на более адекватную можно. Да, всё, это да. То есть переключиться с дигитального фокуса внимания это на самом деле то, чего хотят очень многие люди. Наконец-то, например, перестать слышать внутренний диалог всё время. на струбацию мозга. Ну, ладно. Смотрите, у нас есть люди разного возраста, хотя в шутке нормальным. Без ругательств пойдёт. Да, конечно. То есть, ну, тут просто нужно долго обсуждать. Всё-таки ведущая система, привычная, откуда мы это взяли, в чём там фишка дигитальной системы. Да и просто я вам хочу сказать, что то количество трансов, которое всё-таки так или иначе будет возникать. Транс, давайте я на всякий случай скажу, это естественное состояние нашей психики. Это именно когда внутренний диалог замолкает, есть внутренняя тишина, да, и при этом расфокусированный взгляд, это вы не обращаете внимания на то, что находится вокруг вас, и где-то там какие-то внутренние процессы работают, но вы за ними тоже как бы не следите. Ну, вот некое такое состояние, когда всё происходит само по себе. Вы едете, например, в транспорте, в самолёте можно лететь, в поезде вот так вот, смотришь в окно, те же неважно, берёзы там или осины, здесь там болото или нет. Ну и всё, смотришь, окно и окно, в голове там мысли какие-то. И то они так, раз, возникла какая-то там вспышка, исчезла, нет этого, так, а что я буду делать сейчас? А вот это мне для чего? Ну, то есть внутренний диалог отсутствует. Вот какое-то количество этих трансов во время тренинга, а они будут именно в тот момент, когда они нужны. Потому что вообще человек в трансе хорошо обучается. Это самое главное, что мы понимаем. Почему внушение, манипуляции происходит в трансе? Именно потому, что он открыт к обучению, и у него смыжена критичность. Он готов научиться, чему угодно. Поэтому иногда мы смотрим на двух людей, которые живут друг с другом, и не понимаем, как у них это происходит. Как можно терпеть того или это, а им вообще может быть хорошо. Потому что они обучились друг дружке. И это тоже определенный транс. Потому что им на первых этапах человеку там говорят, слушай, это не твой или не твоя. Ну, добрые люди, кстати, не факт, что они правы. А он никого не слушает. У него в это время идет формирование некой общей модели мира с этим человеком. И вот это количество трансов, оно обучает мозг переходу от постоянного использования аудиодигитальной системы. Всего лишь вопрос в том, как часто. Аудиодигитальная — это внутренний диалог, еще раз на всякий случай. Это обдумывание всякое, которое внутренним голосом там проводится. Когда мы говорим, так, сейчас мне нужно это. Что я еще должен купить? Ага. И вы не озвучиваете это вслух, а просто это и крутится в голове. Многие люди жалуются на то, что у них это происходит почти все время. То есть все время о чем-то думает он. Вот так это называется. Я все время о чем-то думаю. Мне надоело. Можно выключить думалку. Иногда хотя бы. Да, конечно. Ведь, смотрите, идея в том, что с моей точки зрения человек, который является эффективным, хорошим собеседником или специалистом в коммуникации должен быть наименее глюкавым в этой коммуникации. То есть иметь наименьшее количество проблем в коммуникации. Что такое проблема? Встал кто-то и сказал, ты козел. Он говорит, ну, да, хорошо. Все, значит, нет проблемы. А если начнет, а это ты мне вдруг, ааа, значит, есть проблема. Все, он уже доказывает что-то какие-то обиды детские, непонятно что. его зацепили, залить. Почему? Смысл в этой реакции? Да, когда есть некий внутренний наблюдатель, который говорит о том, что сейчас происходит, да, понятно, что это скорее провокация. Вот. И выбирается более интересный метод реакции на этого человека в зависимости еще от цели. А что я хочу с этим провокатором сделать? Может быть, стоит сказать, да, я такой. Да, или так. Ой, только так, только свои меня. Да, когда две подружки. Я вижу, что вы еще хотите что-то да спросить. Ну, только как раз именно вот по цели вы говорили, с постановкой достижений, программированием себя. Ну, говорили, да, об этом. И программирование, в том числе идеи того, как пользоваться нашим, нашей структурой опыта для того, чтобы делать некие органайзеры внутренние. Ну, то есть, поставить какой-то, задать себе план на завтра или на послезавтра. И не то, чтобы не забыть, но и даже не заметить, как ты сделал это. Ну, почти что, вот так вот раз подвел себя к решению определенной задачи. Ну, понятно, что ты должен уметь, там, и так далее. То есть, что заключается, если вы сказали, что ты как-то мог согласиться и не... Нет, я не сказал, что надо согласиться. Я говорю, но если вы вдруг, я встал и сказал, да ты чё там, типа, да я... То в большинстве контекстов это была бы не самая лучшая реакция. И если я так отреагировал, значит, с моей точки зрения, я не настолько развит, чтобы оценить цели этого человека, когда он это говорит. А цель его, скорее всего, именно и вызвать такую реакцию, чтобы я начал шуметь и ругаться. По-разному. Я говорю, один из вариантов, можно и согласиться. Ну, сам козёл, нет, это из детства. Можно и согласиться. Можно сказать, что... Ведь зависит от того, кто сказал и в какой ситуации. Если мы сейчас дорисуем этот контекст, я вам дам, наверное, один из лучших выходов. Кто это сказал? И сейчас поймём, начальник сказал, сотрудник, друг, подруга, муж, ребят. И за это из них? Конечно. Потому что со всеми с ними разные коммуникации, разные цели. Или человек на улице. Слышь, ты козёл, время не паскаешь. Так же тоже может быть. И уже, пользуясь моделью Дианы, можно сказать, своим легко. Я один раз так транс навёл на тётю на бульваре Штефана Чалмаре. Она идёт мне навстречу. Ну, я вот просто иду, и просто идёт какая-то тётя. И с таким лицом, как будто бы вот я у неё всё отобрал в этой жизни. И, наконец-то, она меня нашла. Она спрашивает, сколько времени. Я так поднимаю, у меня часы были на руках, я поднимаю, такой посмотрел и мимо прошёл. Не сказал ничего. Как вариант реакции. Потом два метра прошёл, поворачиваю, смотрю, стоит, думаю, нормально. Пусть повтыкает. Может, научится чему-то. Я иногда и из этого исхожу. То есть, можно человека ещё и научить чему-то своей коммуникации. Не просто решить задачу, но и обучить. Это интересно. Но я понимаю, вы назвали меня таким образом, потому что хотели, чтобы я осознал свою неправоту. Я так, например, могу сказать в каком-то контексте. Я вам признателен за это. Спасибо. Если вы скажете ещё, что конкретно мне в следующий раз сделать лучше, ну, начальнику, допустим, то я, может быть, перестану выглядеть таким вот с ушами. Я могу и таким оставаться, но как бы не вопрос. Главное дело решать. Правда ведь? Вот интересно, как он будет реагировать. Не скажет, не, не, это главное, главное, что ты козёл. Не, ну, у него вырвалось как-то, он сорвался. Нам зачем сразу из этого конфликта раздувать? Можно посмеяться с этого? Можно, да много всего можно. Это когда у нас есть какие-то стратегии, когда не просто есть автоматическая реакция. Потому что, смотрите, что происходит. Есть автоматическая реакция. Я сейчас о ней сказал. Мы взяли как конкретный контекст, когда нам, как мы говорим, на уровне самоидентификации приписывают некую негативную, как мы говорим, я-концепцию. Ну, такая у меня концепция моего я, что я козёл. Вот. Ну, в данном примере. Вот. И когда нам понятно структурно, что вот у нас есть модель, мы будем её рассматривать на практике, пирамида логических уровней, где есть уровень самоидентификации, где, между прочим, очень многие манипуляции строятся на том, что уровень самоидентификации смешивается с поведением. Когда говорят, слушай, ну, там, ежели ты, джентльмен, так уступи даме место, то это, нет, я понимаю, это относится к какой-то там этике и так далее. Если ты настоящий мужчина, то повесь уже, наконец-то, картину на стену. То есть, как бы, если ты мужчина, то почему ты должен уметь вешать картины? Как это связано? Или как в этом, в Шреке было? Типа, ну, сделай, ты же, ну, по дружбе, говорит, с каких, а он ему отвечает, с каких это пор наша дружба должна заставлять меня делать то, что мне не нравится? Понимаете? То есть, когда мы понимаем, каким образом, вот сейчас, вот организована была фраза, что в ней есть структура, и знаем еще, каким образом мы можем поставить под сомнение эту структуру, выборы сами организуются. Мы отвечаем, когда в самой ситуации, тут-то мы можем подумать, проанализировать, но в самой ситуации получается так, что отвечаем просто хорошо. Нам просто нравится, как мы отреагировали, здорово, потому что здесь достаточно работали над тренировкой определенных навыков. что еще? Спрашивайте, потому что, как мне кажется, что мы уже подходим к концу. Да, и у меня вот внутренний таймер. Через полтора часа однообразной деятельности мозг человека перестает соображать в отношении этой деятельности и требует чего-нибудь, перерывов там и так далее. Это замечено чисто с физиологической точки зрения, поэтому такой совет могу вам дать, занимаясь работой, делайте раз в полтора часа перерыв. Но именно перерыв, чтобы сменить окружение, то есть выйти на улицу или в какой-то коридор или еще куда-то, попить чай, а не взять там какого-то сотрудника и пойдем, что-то у нас тут не получается, идем, обсудим в коридоре, заодно сделаем перерыв. Нет, это не будет перерыва. И тогда можно в течение дня работать и в конце дня не чувствовать усталость. То есть быть в хорошем состоянии. Мы именно поэтому на тренинге тоже раз в полтора часа делаем перерыв. То есть у нас идет так, блок полутора часовой, потом 15 минут перерыв, конфеты, вода, потом еще полутора часовой блок, потом обед, и после обеда еще полутора часовой блок, перерыв, и еще двух часов. Ну вот так там примерно получается. Потому что мы с 10 до 6 занимаемся, с учетом того, что с часу до 2-20 у нас обычно обед, и два перерыва. То есть индивидуально как-то сомнительное? Индивидуально консультирую, да? Причем давно уже любых. Серьезно. Ко мне приходили, в том числе наши, которые у нас занимались, на тему. Вот у меня странная ситуация, потому что муж живет там, его свекровь, его мама живет там, мы живем здесь, хотим поехать туда, там есть квартира, и туда можно было бы ребенка, чтобы он там учился, а они говорят, давай этот приедет сюда. такая путаница, не понимая, что делать. Пришел человек, мы разложили все по полочкам. Не вопрос, да, вот сейчас мы закончим, мы... Вот, еще. больше будет уклон на групповое, то есть это коммуникации, либо же будет что-то, что с самим собой можно делать? И так, и так. Вообще, в большей степени, конечно, коммуникация. Но при этом, естественно, да, конечно, конечно. Все. Да, практически все. То есть у нас будет там какое-то количество техник, которыми можно, в принципе, решать любые задачи терапевтические. Их там буквально 5 штук. Мы на шестом модуле будем исследовать техники NLP, но и до этого, то есть, понимаете, что значит решить проблему? Вот, мне нравятся слова Ричарда Бендера. Прости, что я тебя перебил. Мне нравятся слова Ричарда Бендера. Он говорит, если вы можете сделать так, чтобы человек начал смеяться со своей проблемой, она уже решена. Поверьте, очень многие проблемы, ведь я провел уже где-то около 30 NLP практиков, и очень многие проблемы, они типичны для большинства людей, для большинства нас. Ну, так, потому что они вследствие очень однообразной коммуникации. Очень все однообразно. Зайдите в школу, походите по классам, четвертый класс, посмотрите на перемене, как ведут себя ученики одного четвертого класса, другого четвертого класса, третьего, примерно одно и то же. Посмотрите, как распределяются роли. Там, какие бывают роли в классах, в школе. Ботана, какого-то, с которого прикалываются, но у которого переписывают. Какого-то чуханца, с которого прикалываются, и не переписывают ничего, потому что нечего у него переписывать, он сам плохо учится. Из каких-то борзых, да, из каких-то средних, которым удается договариваться с теми и другими. И так загляни в каждый класс, там везде одно и то же. Ну, я, может, не все роли назвал, но фактически она где-то примерно так. А, простите, я так со своей колокольни, потому что я как в школу вспоминаю, там женщин же не было, там девочки. А с них какой толк? С пацанами там можно о чем-то поговорить. А девочки, да, у них можно вот переписывать. Ну, то есть, я говорю о том, что в этих взаимоотношениях рождаются одинакового характера проблемы. И, конечно же, мы с ними будем работать, потому что это опять подходит к той идее, что мы, как коммуникаторы, мы должны себя достаточно вольно и хорошо ощущать. По жизни вообще. Я считаю, что действительно такой мощный впрыск стратегий гениев в наш мозг, которые имеют возможность там развиться, потому что все-таки стратегия, это я вам сейчас, если расскажу, как правильно заваривать китайский чай, мы с вами один раз попробуем это сделать, это будет одно. А если вы потом еще раз 20-30 заварите его своим гостям, это будет совсем другое. Ну, так и считайте, что, грубо говоря, наш тренинг это одна-две заварки совместные. Но если про чай, адекватность этой метафоры, если про чай, то одну-две совместные заварки, их достаточно, чтобы понять принцип, если еще есть объяснение, и суметь повторить. Но все равно через 20-30 заваривания это будет совершенно другой процесс. Вот о чем я. То есть мы, конечно, учимся здесь гениальным стратегиям, но развиваем развиваем гениальность потом собственную или не развиваем. Но это уже другой вопрос. Моя задача, конечно, постараться запустить этот процесс и включить мотивацию. Да? А, нет? Тогда нет. Вопросы еще есть? Ну, видите, как хорошо. Полтора часа прошло. Они даже если и были, то уже не вспоминаются. Хорошо. Тогда я на всякий случай вот может сказать, когда тренинг начинается? Говорить. Следующие выходные это какое? Второе февраля. Второе февраля. Десять ноль ноль. Начинается тренинг. Есть такое понятие, как количество людей в этой... Да, здесь мы будем занимать. Парт не будет. Парты убираем, мы сидим полукругом, делаем упражнения в тройках, в четверках, в пятерках. То есть мы используем пространство. В десять ноль ноль. Количество людей в группе может быть максимальное, максимальное количество. Двадцать, ну так мы стараемся не допускать. Двадцать четыре, а так давайте я напишу двадцать один человек. Это вот в этом помещении хотелось бы видеть группу не большего количества. Двадцать один человек. Предоплата существует. Двести лей. Запишу. Вместо ну потому что Денис сейчас сюда подойдет, начнется шум какой-то, пока меня еще все слушают, я основную информацию напишу. Двести лей. То, что проходит раз в месяц, два дня в месяц. Суббота, воскресенье. Один раз в месяц. Почерк мой на презентации точно такой же. но если вы присутствуете при написании этих слов, то они понятны. У меня все. Спасибо большое за внимание. Мне было с вами интересно. субтитры DimaTorzok субтитры DimaTorzok Продолжение следует...